Стоп, стоп, досмотри до конца! Лол Стим Маркет это торговая площадка, где бот проверяет каждый аккаунт на работоспособность, а также собирает актуальную о нём информацию. Сделка пройдёт гарантированно честно, а если возникнут какие-то проблемы, то на каждый аккаунт имеется как минимум 12 часов гарантии. Ссылка в описании. Как Влад Супер потерял всё, дорогие друзья? Кто-нибудь из вас знает Влада Супера? Я тоже. Вот, посмотрим сейчас про него. Влад Супер, ютубер по Майнкрафту, у которого было 70 тысяч подписчиков, и больших просмотров, он смог разоблачить Т-лаунчер и некоторые популярные сервера. ОН! Вот этого я знаю! Про Т-лаунчер я знаю! Вот, Влад, всё, я понял, кто это, я понял, кто это. Ну, так в смысле, как потерял всё, сука? Он только полгода, ой, полгода, блять, 9 месяцев назад выложил ролик про Т-лаунчер, даже чутка больше. Силвера по типу Тесла Крафта, но по итогу, после одного разоблачения, Он потерял более 2000 подписчиков И у него сильно упали просмотры Почему же так произошло? Давайте в этом разберемся И всем привет, с вами Лолок И сегодня я хочу разобрать ситуацию Из-за которого Влад Супер Потерял все, чего он так долго добивался И что он мог сделать, чтобы это предотвратить Приятного просмотра Я слишком сексуальное начало, нет? Для Майнкрафт ролика Что за Влад? Кажется, у меня брата зовут Влад Влад Супер Как позже стало известно Его настоящее имя Дима Примерно... Блять, стоп, он нахуя Владом назывался? Он 4 года назад снимал ФНАФ Но в 2021 году решил перейти в Майнкрафт Тогда как раз и появился образ Квадратно-фиолетового существа Первое видео он посвятил спидранам в Майнкрафте Потом он начал обозревать контент Майнкрафта И после стал одним из первых Квадратоголовых разоблачителей Которые трясут свою гулу в Майнкрафте Делая вид, что они что-то говорят Сначала он разоблачил сервера По типу Теслакрафта А позже разоблачил Т-Лауччер Ну, короче, он разоблачителя разоблачили Не может быть Когда-то вот такое происходит Время, как он утверждает Ему кинул страйк сам Т-Лауччер А, даже так! Потрясающие новости А именно мне блоканули видео Про Т-Лауччер и кинули страйк Конечно, я подал апелляцию Но результатов это не дало И восстанавливать мне ничего не собираются Я уж хотел кричать о том, что Ютуб полнейшая помойка Запонили мое видео просто так Но тут вспомни, что Я говорю про то, что Т-Лаунчер Корпорейт Блокирует все видео, которые считают неуместными Которые портят им репутации Которые мешают зарабатывать им денег Так что, походу, я копнул слишком глубоко Раз они посчитали мои видео плохими Стоп, подожди А каким образом сблокировал ли этот ролик? Ну, то есть, ладно Есть авторское право и добросовестное использование Если ты просто показываешь, что Т-Лаунчер Это добросовестное использование Разве нет? Ну, как бы мне кажется Это все можно оспорить Так что, вероятнее всего Просто чуваку никто не помог И все Ну, теперь-то мы знаем На что готовы пойти Водительство Т-Лаунчера Чтобы сохранить свою репутацию Но в другом видео Он сказал, что на самом деле Это Ютуб заблокировал видео Потому что он говорил Это Легаси Которые являются пиратской программой А, вот это уже, кстати, больше похоже на правду Вот это уже больше похоже на правду Я давно узнал настоящую причину По которой мне снесли видео про Т-Лаунчера Оказывается, мне то видео снесли за то Что я рассказал и показал про Т-Лаунчера Легаси Которые для Ютуба являются пират Что? Которые для Ютуба являются пиратским сортом Да и плюс я еще ссылку на него оставил И, собственно, по этой причине Его и удалили Ну, вообще, да Вот это больше похоже на правду Я согласен И поэтому захотел сделать еще одно видео про Т-Лаунчер По итогу он его сделал И оно стало самым популярным разоблачением на его канале Ну, прикольно же, да? Это был самый большой скачок в его карьере Все шел хорошо Люди подписывались Просмотры росли Казалось бы, что могло пойти не так Но по итогу у Моржа выходит разоблачение на Влада Супера Думаю, рассказывать вам, кто такой Морж, мне не нужно Лядь, я не смотрел какие-то разоблачения Давайте посмотрим Что было в том самом разоблачении Которое так сильно повлияло на карьеру Влада Супера Поставь на паузу, посмотри разоблачение Моржа на Влада То есть вы считаете, что сначала надо посадить разоблачение Моржа на Влада А потом смотреть этот чат? Всем здорова, с вами Аморж И сегодня я хочу поговорить о персонаже, с которым я в чем-то согласен Но в чем-то он до отвращения предвзят А чем-то просто отвратителен Влад Супер Кто это такой? Человек, который разоблачил Т-Лаунчер, Рилли Ворлд, Тесла Крафт И в целом топил за приватные лицензионные проекты А также против пиратских с донатом С его слов он является экспертом по серверам А еще он иногда затрагивает тему обновлений С разбора которой я и начну, чтобы понемногу погружать вас в его безумие Я вонтаж, кстати, прикольный Кстати говоря Но Владу этого хватило, чтобы напротиворечить самому себе В этом видео я хочу максимально объективно взглянуть на последнее обновление Майна Минута 30 Это будет очень странное видео с кучей моих мыслей и его мнений Это были самые объективные 25 секунд в моей жизни Влад супер, потому что супер позиция Обзор в основном бездумно-хейтерский Единственное, что Влад похвалил, это новое меню создания мира, археологию и узоры для брони Но дальше в игру добавили незеритовые улучшения и Влада оно не понравилось Так, ладно, ребят И скажу честно, я нихуя не понимаю, что он говорит про какие-то незеритовые улучшения Я не понимаю Давай сделаем вид, что я посмотрел его и продолжу смотреть старый ролик Ладно, типа Сделаем вид, что я такой Мгм, понятно, пиздец Я посмотрел ролик про Влада супера Капец, капец На самом деле, можешь по факту все разнес Прям по факту Вот до единой фразы, прям по факту Ого, это нововедение наоборот его улучшает Но Влад преподносит все так Будто все в одном кругу Влад сначала говорит, что субъективно оценит обновления А потом говорит, что это всего лишь его мнение Потом Но ведь Что субъективно оценит обновления А потом говорит, что это всего лишь его мнение Стоп, но ведь Так А в чем проблема? Стоп Потом он начинает засирать обновления почти за все, что только можно Назеритовое улучшение фигня Он Майнкрафт усложняет Два цветочка фигня Зачем нам цветы? Вариги объективно. А, он перепутал с озвучкой, понял, понял. Фигня. Цветов не хватает. Вообще, кстати, на самом деле, ну, объективного обзора быть не может. Ну, помните, мы даже эту тему обсуждали. Ну, то есть, объективный обзор, это когда ты просто вот по факту какие-то вещи обсуждаешь. Типа, допустим, чёрное-чёрное, белое-белое. А всё остальное это твоё мнение. Таблички с двух сторон и новые книжные полки фигня. Они скучные. И так далее. Он даже докопался до трейлера, который уходит для каждого обновления, и до картинки в официальном лаучере. Я согласен, что засирать то, что очень многим может нравиться, это не очень хорошо. Но так ли это плохо, чтобы у Влада разрушилась карьера? Дальше можно сказать о модераторе дискуссерского Влада Супера и о том, что этого модератора уволил сам Влад Супер со словами, что он ему больше не нужен. Из-за этого начали уходить участники сервера и его сервер по итогу закрылся. Вот это уже серьёзная предъява и действительно плохо выгонять активных модераторов сервера. Дальше можно сказать о магазине лицензии Майнкрафта от Влада Супера, говоря, что он сомнителен. Но пока что я не нашёл ни единого случая, где говорили, что его магазин кидает. Если бы так и было, то я думаю, карьера Влада уже давно бы разрушилась. Влада тут не защищает. Может, магазин его реально кидает, поэтому его название я не называю. Также Маржу не понравилось, что Влад Супер возомнил себя специалистом по серверам и при этом говорит, что на гриферском сервере стимали анти-грифер-шоу. Бля, специалист по серверам Майнкрафта. Чё-то звучит, конечно, как-то по-чсв-шному. То, что он засирает любые существующие сервера, прикрывая это тем, что это его мнение, и он его не навязывает. То, что он сделал обзор лаучера, якобы подписчики попросили, а на самом деле ему заплатили, и так далее. В общем, претензии довольно серьёзные. Но если бы Влад Супер извинился и признал свои ошибки, то всё могло закончиться хорошо. Ну, кстати, я тоже так думаю. Но что он сделал вместо этого? Так, и... Сейчас интересно будет, ребят. Когда вышло разоблачение, Влад Супер на своём канале стримил игру My Summer Car. Запись осуждаю тебя, идиот. У меня не сохранились, но когда вышло разоблачение, все в чате писали, чтобы он его посмотрел. Но вместо того, чтобы как-то его посмотреть, он игнорировал чат и спокойно продолжал собирать свою машину. Позже Влад завершил стрим и записал голосовой в своём телеграм-канале. По голосовому было понятно, что он к разоблачению серьёзно не относился, и он даже смеялся над моржом. В голосовом он сказал, что построил разоблачение и то, что он сделает ответку. Вот только он думал, врофл сделать или серьёзную. Я чертила. Харуш. Я так понимаю, ну я посмотрел, я посмотрел уже на то, что вы меня так простили, но это, конечно, полный трэш. Я просто обязан после такого сделать вот веточку. Только я, конечно, не знаю, как её сделать. Рафляной или серьёзно? Но если рафляной сделать, то она это, конечно, может быть, интерпросмотров, но мало, но мало. Короче, не знаю, но это лютый трэш. Фрэш. Вскоре он заходит на диспетчеры моржа и заходит в голосовой. Так он что-то сделал или нет-то? Он тогда сидел в морж. Я тогда не был в голосовом, потому что когда он зашёл, создатель войса его закрыл. Нихуя себе! Это сколько там людей здесь живёт? Ну, как мне рассказывали те, кто тогда сидел в войсе, Влад Супер молчал больше, чем морж. Когда они сидели в войсе, они переписывались друг с другом в ЛС, и Влад Супер слил эту переписку. И могу сказать, что лучше бы он её не сливал. В переписке он просил моржа удалить разоблачение, называй его видео-трэшем. И также говорил ему ждать опровержения. То есть он реально, как маленький ребёнок, просил моржа удалить ролик. Блядь, это же бред какой-то. Ну, типа, он не мог такое написать. Мне кажется, это фейк-переписка, просто какая-то, ну, странный рофл. Ну, я хочу в это верить, иначе это, ну, бред. Потому что ему захотелось. По большей части, сливай эту переписку, он сам себя опозорил, а не моржа. Да и вообще сливать переписки, это не очень красивый поступок. Ну, это факт. Через какое-то время Влад Супер покидает голосового. А у тебя в ДС один чел сидит, в смысле? Привет. 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 Алло. У меня самое крутое имя. Алло. Алло, алло, алло. Фишка, хойка упадём. Алло. Когда хойка? Я боюсь, что я не зайду, нахуй. Позже и дискорд-сервер. Потом, Влад Супер всё же включает свои мазки и понимает, какую фигню он отворил. Он удаляет свои посты про Маржа в своём Телеграм-канале и пишет, что на самом деле он никаких ответок делать не будет. Марж выдал базу и придрался к пустякам. Он не будет уделять ему внимания, и пусть он продолжит снимать продумера и его подсосов. Даже в этом сообщении было видно, что он усмехается над Маржом. Если что, тогда у них было почти одинаковое количество подписчиков. Влад Супер тогда достигнул 70 тысяч подписчиков и через пару дней быстро её потерял. Люди, быстрее в разоблачении, вряд ли обязательно будут смотреть его Телеграм-канал и, скорее всего, сразу отпишутся, заметив, что Влад никак не среагировал на разоблачение. Да наоборот, после разоблачения чуваки 100% пойдут искать все места, где чувак хоть что-то, что-то мог сказать. Ну, это как раз наоборот работает. Типа он написал в сообществе... Ну, не в большинстве своём, ну да. Если что Марж выдал базу, то, возможно, он бы смог оставить часть своей аудитории. Но по итогу, он даже тот пост из Телеграм-канала удалил. И максимум, что осталось, это пост... Осуждаю вас, наркотики это плохо. Аудитория Маржа, которая его хейтит. А у Маржа уже тогда было больше подписчиков, чем у Влада. Аудитория Влада уходила от него, а он никакую ответку не сделал, и видео толком не выпускал. После разоблачения он выпустил всего два видео, где он даже не намекнул о том самом разоблачении. А позже его... Ну, то есть он Телеграме такой, ребята, и это трэш, я всё разъебу, а потом просто дал заднюю и подумал, ну ладно, утихнет и заебись. Это разоблачение на тот самый клаучер от Энденты, который ещё больше рушит карьеру Влада. Комментарии с обзором того самого лаучера начинают засираться негативом, и Влад всё-таки скрывает этот обзор с канала. Здесь Влад не хотел ещё больше рушить свою карьеру, и решил, ничего не сказав, признать свою вину, скрыв видео. После двух разоблачений от него отписалось более двух с половиной тысяч подписчиков. Новое видео он не делает. В своём Телеграм-канале он рассказал, что делает видео, связанное с читами в Майнкрафте, и сказал, что выпустит... Бля, не похуй, я ему клоунов нахерачили. Это нормально для Майнкрафтера, что чувакам просто клоунов хуярят. ...пот до Майнкрафт-лайфа. Но в комментариях под постом я заметил человека, который помогал ему в поиске информации для видео. И оказывается, инфу он дал ещё 31 мая, но сценарий он написал только 15 сентября. И за это время информация могла стать неактуальной. После этого поста прошло ещё три месяца... Ля, у меня такая херня недавно была, чтобы вы понимали. Вот последний ролик, короче, который я выпускал, ну, про онлайн на старых консолях, там сценарий был написан вот в начале декабря. И, короче говоря, его вообще не меняли. То есть, получается, как бы он просто лежал в этих... Ну, просто в документах. И когда я уже начал его записывать, часть информации там стала неактуальна. Потому что, допустим, у того же Бэтлфилда на плойке закрыли нахуй онлайн. А я вообще эти моменты пропустил. Ну, я потому что такой, ну, вроде есть, потом запишу, ну, и нормально. То есть, знаете, как это бывает? Ты крутой, а Влад Супер нет. Ну, он к этому уже, наверное, будет подводить сейчас. Если бы Влад Супер как-то бы извинился за то, что было сказано в разоблачении, признал, что он был неправ. Ээээ, ждём Чикони на подкаст. Кстати, прикольно было бы. Он бы смог спасти свою... Только не знаю, какую именно тема обсуждать, ну, кроме Ватосу. Вот разоблачение маржа. Ведь аргументы там не были особо серьёзные. Он не кидал людей на деньги и тому подобное. Но вместо этого он начал смеяться над маржом и говорит, что на самом деле он тут прав. Называй разоблачение маржа мусором. А также он смеялся над аудиторией маржа. Называй их дегенератами. Ой, это стандартная ситуация для любого контент-мейкера. Ээээ... В чё... В чью сторону что-то кинули. Типа, я бы в тюнку, не знаю, в какого-нибудь другого чела, он бы говорил, что моя аудитория дегенератов, потому что не смотрит меня. И был бы, кстати, абсолютно прав, потому что, ну, если вы смотрите меня, поздравляю вас, определённые проблемы с головой. То есть, ну, сходите к специалисту. Ребята, нельзя так жить, нельзя так жить. Переходите на нормальных стримеров. Типа, Ивана Зола, Никоглая, вот нормальных ребят. Из-за этого Влада Супера начали хейтить ещё больше. Он лишь один раз признал то, что марж выдал базу, но после он удалил это сообщение. Даже сам марж на стриме говорил, что если бы он извинился за то, что было сказано о разоблачении, то он бы смог восстановить карьеру. Он бы мог её ещё восстановить и себя активно снимал видео. Но после разоблачения он снял только два видео не очень хорошего качества. Вот мой совет ютуберам, у которого есть репутация. Если на вас дело разоблачение ютубер, у которого тоже есть репутация, то лучше не молчать и ответить ему. Не надо смеси на аудитории этого ютубера и говорить, что ты прав и это разоблачение. Да вообще, это самое тупое, что может быть. Ну, просто потому, что в любом случае у тебя есть пересечение с его аудиторией. Ну, особенно, если ты майнкрафтер. Ну, было мальское, но оно может быть. Не мусор. Признай хотя бы что-то, что было сказано в этом разоблачении и конструктивно ответь на него. Тогда ты не повторишь судьбу Влада Супера. Ну, на этом все. Заходите на мой дискорд-сервер. Там я активно общаюсь со своей аудиторией. А еще можете подпи... Тогда зайти, надо, подожди. Зайду сейчас на дискорд-сервер его. Хочу посмотреть там. Так, где его дискорд-сервер? Опа, вот он. Здорово, пацаны! Йоу, поиграем в Майнкрафт? Хеллоу! Лох! Скип, иди. Привет. Стирк-наркоман, стинк-наркоман. Блядь, тебе 10 лет. Какого хуя ты такие слова говоришь? Я... Я пиздуй отсюда. Это... Это просто... Я не знаю. Они меня преследуют. Они... Они просто меня преследуют. Я не понимаю. Каблучки и макияж. Это день твой. Скорее в галерею. Ждет тебя любовь. У картины неизвестный. Ставит мальчик-гид. Красивые усы. А как же он кричит? Субтитры подогнал «Симон»? Субтитры подогнал «Симон»? Субтитры подогнал «Симон»? Субтитры подогнал «Симон»?